Ах, этот загадочный квантовый мир, где мы погружаемся в удивительное явление квантового туннелирования. Это может прозвучать как научная фантастика, но в этой реальности частицы совершают, казалось бы, невозможное. Они проходят сквозь твердые барьеры. Представьте себе мяч, который пытается закатиться на холм. С точки зрения классической физики, если у него недостаточно энергии, он просто скатится обратно. Но в квантовом мире, что ж, мяч может просто оказаться по ту сторону. Это одна из тех фундаментальных квантовых загадок, прекрасная головоломка природы. Туннелирование жизненно важно для нашей Вселенной. Оно питает Солнце и другие звезды. Протоны сливаются вместе, преодолевая отталкивание путем туннелирования через энергетические барьеры. Оно также необходимо в современной электронике, где на нем основана работа транзисторов и устройств памяти. Даже в химии живых организмов может участвовать туннелирование. Итак, давайте отправимся в это путешествие, исследуя передний край квантовых измерений. Космос ждет наших открытий. История этих квантовых часов начинается с гениального ума Нормана Рамзея. Физика, обладавшего глубочайшей проницательностью. В середине 20 века он разработал новый метод, использующий разделенные осциллирующие поля. Эта техника позволила проводить измерения с поразительной точностью. Она произвела переворот в атомных часах и спектроскопии. Его работа была настолько новаторской, что принесла ему Нобелевскую премию по физике. Метод Рамзея элегантен в своей основной идее. Представьте себе атом с двумя энергетическими состояниями, словно две ступеньки на крошечной лесенке. Сначала атом переводит в смешанное состояние обоих уровней, в квантовую суперпозицию. Затем он взаимодействует с электромагнитным полем. Некоторое время свободно эволюционирует, а потом взаимодействует с еще одним импульсом поля. Конечное состояние атома многое раскрывает. Оно, как говорится, рассказывает целую историю его путешествия. Квантовое состояние атома осциллирует. Его фаза изменяется, подобно стрелке часов. Интерферометры Рамзея обладают исключительной чувствительностью. Они способны обнаруживать мельчайшие сдвиги фазы. Эта разница в массах и есть тот самый ключ к разгадке. Давайте подробнее рассмотрим один конкретный тип интерферометра Рамзея. Интерферометр Рамзея-Борде или РБИ. Это настоящие чудеса квантовой инженерии. В них используются световые импульсы с ювелирной точностью. Эти световые импульсы воздействуют на атомы. Но не на любые атомы, а на атомы, ведущие себя как волны. Интерферометры Рамзея-Борде управляют этими волнами материи. Процесс начинается с расщепления пути атома. Первая серия световых импульсов передает атому импульс, разделяя его волновую функцию. Таким образом, атом фактически движется одновременно по двум путям, словно на развилке квантовой дороги. Затем следующие световые импульсы мягко перенаправляют эти пути, снова сводя вместе волновые пакеты атома, заставляя их интерферировать. Эта интерференционная картина невероятно чувствительна и хранит тайны о путешествии атома. Точная форма и положение интерференционных полос зависят от разности фаз, накопленной на двух разделенных квантовых путях. Эта фаза может изменяться под воздействием многих факторов, таких как гравитационное притяжение, ускорение или даже вращение. Квантовые часы нам нужно обратиться к Эйнштейну и его специальной теории относительности 1905 года. Она ввела понятие собственного времени, времени, которое испытывает наблюдатель в своей собственной системе отсчета. Это время, измеряемое часами, движущимися вместе с вами. Ключевым следствием является замедление времени, когда движущиеся часы идут медленнее по сравнению с неподвижными. Чем быстрее вы движетесь, тем медленнее течет ваше собственное время. А теперь рассмотрим ИРБ. Если два пути, которые проходит атом, совершенно идентичны собственное время, измеренное на каждом пути, может быть одинаковым. Но что, если мы введем асимметрию? Представьте, что мы даем атому на одном из путей дополнительный толчок, сообщая ему дополнительный импульс от светового импульса. Это заставляет атом двигаться быстрее, по этому конкретному плечу на определенном участке его пути. Эта разница в скорости имеет решающее значение. Эта разница в скорости между двумя путями приводит к измеримой разнице в собственном времени. Компонента атома на более быстром пути испытывает немного меньше времени, чем ее аналог. Эта разница собственного времени не просто смутное представление. Ее можно рассчитать с большой точностью. Внутренний танец атома, как тикают часы Рамсея. Секрет часов Рамсея кроется в самом атоме, а также в еще одном гениальном прозрении Эйнштейна. Эквивалентность массы и энергии. И равно МСи в квадрате. Энергия обладает массой, а масса – энергией. Рассмотрим атом в возбужденном внутреннем состоянии. Он содержит чуть больше энергии, чем атом в своем основном или самом низком энергетическом состоянии. Следовательно, он также обладает немного большей массой. Разница в массе невероятно мала, но в квантовой механике малые величины имеют колоссальное значение. Эта разница в массе и есть сердце этих часов, потому что атом находится в суперпозиции основного и возбужденного состояния. Он словно обладает двумя немного различными массами одновременно. Каждая масса соответствует своей, немного отличающейся, тактовой частоте эволюции его квантовой фазы. Разница во внутренней энергии – хао, аж с чертой омега – и определяет тактовую частоту этих часов. Эти два состояния подобны двум маятникам, качающимся почти, но не совсем в одном ритме. В этом и заключается суть часов Рамсея. С более строгой технической точки зрения физики используют гамильтониан. Гамильтониан описывает полную энергию системы. Для каждого внутреннего состояния атома и для каждого пути, который он проходит в интерферометре, гамильтониан будет немного отличаться. Измерение времени неизмеримого Часы Рамсея и квантовые скачки Теперь давайте вернемся к тому наболевшему вопросу. Загадки времени квантового туннелирования. Так долго она ускользала от ясного ответа. Разные теории, разные предсказания. Что нам действительно нужно, так это операциональное определение. Нечто, непосредственно связанное с измерением. Способ спросить у самого атома, сколько времени это заняло. Именно здесь в игру вступают наши усовершенствованные Часы Рамсея. Они предлагают новый, мощный инструмент, чтобы исследовать этот неуловимый квантовый процесс. Представьте себе наш асимметричный интерферометр Рамсея Борде. Атом расщепляется, двигаясь по двум путям. Он также находится в суперпозиции двух внутренних тактовых состояний. Теперь мы вводим потенциальный барьер прямо посреди одного из этих путей. Компонента атома на этом пути теперь стоит перед выбором. Она может отразиться или туннелировать. Раздел седьмой «Вселенная в лаборатории». Создание квантовых машин времени. Создание этих квантовых часов – задача не из легких. Это требует исключительной точности и контроля. Ученые должны тщательно выбирать атомы. Необходимы разновидности с подходящей внутренней энергетической структурой. Переходы, используемые в оптических часах, особенно хорошо подходят. Эти переходы обладают очень высокими частотами. Это означает, что часы тикают очень быстро. Атомы стронция, например, являются популярным выбором. Их энергетические уровни служат превосходной основой для высокочувствительных часов Рамзея. Для наблюдения значимого сигнала должны быть соблюдены определенные условия. Накопленные разницы в собственном времени должны быть достаточно велики. Это часто требует длительного времени взаимодействия. Атомам необходимо позволить свободно эволюционировать в течение длительных периодов времени внутри интерферометра. Сотни миллисекунд или даже дольше. Это также требует передачи большого импульса. Световые импульсы должны сообщать атомам значительные толчки. Это усиливает релятивистский эффект замедления времени, делая крошечные временные различия измеримыми. Исследователи применяют целый арсенал передовых методик. Эхо сквозь время – долгие поиски скорости туннелирования. Вопрос о том, сколько времени занимает туннелирование, далеко не нов в аналах физики. Он эхом отдавался в лабораториях и лекционных залах на протяжении большей части столетия. Почти столько же, сколько существует сама квантовая механика. На заре ее становления физики предлагали различные идеи, различные способы определить эту неуловимую длительность. Появились такие понятия, как фазовое время и время пребывания. Позднее к обсуждению присоединились время Лармора и время Бюттикера-Ландауэра. Каждая из них предлагала свой взгляд на проблему. Возникло одно особенно интригующее и зачастую противоречивое предсказание. Известное как «Эффект Хартмана». Оно предполагало, что для очень толстых барьеров время туннелирования может стать независимым от толщины барьера. Это, казалось, подразумевало, что частицы могут туннелировать через огромные расстояния почти мгновенно. Это породило спекуляции о сверхсветовых скоростях. Путешествие быстрее скорости света – соблазнительная перспектива. Однако тщательный анализ показал, что это не позволяет осуществлять сверхсветовую передачу информации, сохраняя принцип причинности. Новые горизонты, квантовые часы и будущее физики. Замечательная способность часов Рамсея измерять невероятно малые разницы собственного времени открывает возможности, выходящие далеко за рамки лишь времен туннелирования. Эти квантовые инструменты – отнюдь не театр одного актера. Это универсальные зонды для исследования фундаментальной физики. Представьте, как с их помощью можно проверить принцип эквивалентности Эйнштейна. Принцип, гласящий, что гравитация действует на все объекты одинаково, с невиданной ранее точностью, или, возможно, для поиска новых еще неоткрытых сил, или даже для исследования области на стыке квантовой механики и гравитации. Эти эксперименты уточняют само наше понимание времени. Времени. Оно столь привычно и в то же время так загадочно. Оно течет, оно замедляется, оно неразрывно связано с пространством. Часы Рамсея предоставляют новую оптику. Квантовую оптику, позволяющую пристально взглянуть на природу времени. Особенно там, где соприкасаются квантовые эффекты и теория относительности. Это тот самый рубеж, где может скрываться новая физика, ожидающая своего открытия пытливыми умами. Субтитры создавал DimaTorzok